Александр Иосифович не так давно встретил вас в одном из крупных магазинов одежды. А вот интересно, много ли в вашем гардеробе одежды под брендом сделано в Беларуси? Не так часто меня можно встретить, наверное, в торговых объектах. Но на самом деле, во-первых, я патриот, поэтому, конечно же, предпочитаю именно наши белорусские вещи. И на сегодняшний день, я думаю, процентов на 90, если не больше, все вещи, которые есть у меня, это именно наши белорусские товары. Как насчет товаров и услуг, которые производит Гомельщина? Много ли здесь по-настоящему уникальных производства, не только в масштабах региона, но и страны? Да, на самом деле, вот изучая продукцию, все-таки я по образованию по одному из моих товаровед, поэтому всегда смотришь что-то новое, интересное. И работая с производителями, они тоже стараются показать те новинки, нюансы, которые есть. Ведь вот многие, я думаю, что уже тоже попробовали, знают продукцию Туровско-молочного комбината. Те мягкие сыры, моцарелла, это наше, маскарпоне, это наше. Скажем прямо, уникальное производство в масштабах страны? Это уникальное, даже в масштабах страны. Они больше нигде, кроме как на нашем Туровском молочном комбинате, не производятся. Сладкая кукуруза, она производится исключительно только в Туровщине. Это тоже только здесь у нас. Ну и по многим позициям, если мы так будем проходиться, у Спартака молочный пористый шоколад. Он не производится больше у нас нигде. Шоколад без сахара, он тоже не производится на той же коммунарке. Это наша именно такая вот своеобразная продукция. Много неповторимой посуды, наша добружеская фарфора, которой просто нет. Есть металлическая посуда, сандекс нового производства, которая у нас производится. И таких примеров можно привести достаточно большое количество. Несколько вопросов, которые поступили на горячую линию Беларусь-4. Проспект Победы в Гомеле превратился в Золотую улицу, цитируя. Здесь больше 10 ювелирных и всего несколько продуктовых. Как бы вы прокомментировали ситуацию? Ну, на самом деле, замечательная улица. И вот она мне нравится в том плане, что большое количество торговых объектов, то есть, наверное, ближе к таким европейским нашим представлениям о том, какие должны быть торговые улицы, если бы не одна проблема парковки, конечно, которой. И сейчас там работает 57 торговых объектов различной направленности. И я не сказал бы, что она все-таки золотая у нас, поскольку большее количество это магазинов именно одежды, обуви. А уже потом, да, 5 магазинов ювелирных действует, но при этом 5 магазинов есть и продовольственной направленности, которые реализуют именно продукты питания. Поэтому... Поэтому достаточно? Для именно вот этого, так скажем, исторического центра с небольшим количеством населения все-таки проживающего, это количество объектов должно быть достаточно. Конечно, ну, хотелось бы больше, я думаю, что выбора, наверное, и более такой шаговой доступности для наших жителей, которые проживают в этом районе. Но, к сожалению, то количество покупателей, которые могут покупать продукцию, не позволят получать доходы для того, чтобы покрывать те затраты на содержание торговых объектов, которые достаточно будут дорогими только даже из-за зарядной платы в данном месте. Поэтому два магазина у нас планируется к открытию. Продуктовый? Именно на этой улице, да, продуктовый. Один из них должен открыться буквально в течение, я думаю, что ближайшего месяца-двух. И еще один крупный торговый объект должен открыться позже. Ну, есть, конечно, проблемы у нас с тем, что многие из торговых объектов размещаются в жилых домах. И, соответственно, если это продуктовый магазин, это достаточно шумно. Частый подъезд транспорта для разгрузки товаров, работа холодильного оборудования. То есть те же жильцы, которые требуют продовольственных магазинов, они же потом и жалуются на наличие этих же магазинов. Ну, может быть, это другие, но их же соседи жалуются на то, что, да, работа магазина, они не хотят, чтобы у них был в доме магазин. Хорошо. И еще один вопрос. Вот наших зрителей. Крупная торговая сеть активно приходит в небольшие районы. Плюсов много. Но вот страдает местная торговля, сетуют жители региона. Крупные сетевики, по сути, вытесняют местных. Нельзя так сказать. Все-таки для нас в государстве созданы условия для того, чтобы каждый мог развиваться и выстраивать свой бизнес. В том числе это торговля, общественное питание, бытовые услуги. И закон о развитии торговли и общественного питания, он специально направлен на то, чтобы ограничивать развитие монобизнеса именно в сфере торговли. На сегодняшний день по реализации продуктов питания, если торговая сеть, а это любой субъект, у которого два или более торговых объектов, если он превышает порог в 20% доли продовольственных товаров, реализуемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, то для него устанавливаются ограничения по развитию объектов. То есть на сегодняшний день то, что мы видим, один из крупных сетевых ритейлеров, которые заходят у нас в регионы, придя, открыв один крупноформатный торговый объект, они буквально в течение нескольких месяцев превышают этот порог. Мы на следующий год это видим. И больше они и магазины строят в этом регионе, неважно, это в райцентре. То есть рядом с дорогой не появится. Они не могут построить, если они превышают 20%. Поэтому здесь четко это все государством регулируется на сегодняшний день. И вот, наверное, новшество, которое я хотел бы отметить, это 345-й указ президента наш, который был подписан в прошлом месяце, который направлен на то, чтобы вот если такое будет действовать ограничение, то единственным местом, где они смогут развиваться, это те населенные пункты, которые мы определили под понятие сельской местности. А это наши деревни с проживающими до 150 человек. То есть, пожалуйста, они могут там работать с автолавкой, могут открывать магазины. Ну, а дальше мы будем смотреть и создавать дополнительные условия для жителей более крупных населенных пунктов. До новых встреч в эфире «Беларусь-4» и только хороших новостей. Спасибо. Спасибо.